Мелочь и жизнь Вы приехали в Москву собирать материал для своей докторской диссертации, для своей работы. Ну и в общем так получилось, что влюбились в Россию, влюбились в конкретную русскую девушку-красавицу-актрису и остались здесь жить. Совершенно верно. И вот уже 25 лет вы живете здесь. И вы настолько хорошо это все рассказали, что я могу дальше просто молчать. А я буду дальше рассказывать. Да, это все действительно так. Я приехал в 88 году, чтобы собирать материалы для докторской диссертации. Вот пошел на спектакль в одном московском театре, дорогая Елена Сергеевна. Я увидел на сцене удивительно красивую женщину и перестал смотреть на спектакль, как на спектакль и просто следил за женщиной на сцене. То есть это вот с первого взгляда, что говорят, да? Просто буквально вот она вышла на сцену и я почувствую, это звучит, конечно, фальшиво. Я понимаю, что это звучит фальшиво. Я это говорю и сам говорю, что, ну, Джон, ну так не бывает. Но это действительно было так. Я сидел в первом ряду, сидел, вышла эта женщина на сцену и я сразу почувствовал какую-то связь с ней. Это факт. Вот подарок для вас, сюрприз для телезрителей, отрывок того самого спектакля, ставшего судьбоносным для вас. Давайте мы сейчас попросим на экран его вывести. Давайте мы сейчас попросим... Это так, саду справа. Вывести. Один, тут, моляю. Это все, сколько учитель распаха. Уникально, атещи садовую. Один, тут, на... Что ж? Я попробую. Атещи садовую. Да, уникально, атещи садовую. Дом, уникально, атещи садовую. Вот собственно, и как развивались события дальше? События так развивались. Я пошел, меня пригласили к режиссеру после спектакля. И все артисти всегда после спектакля приходили к режиссеру. Поэтому я сидел с режиссером, с какими-то другими гостями какое-то время, и тогда вошли артисты. А вы уже говорили на русском? Да, да, да. Я уже к этому времени занимался докторской диссертацией, поэтому я уже преподавал русский на самом деле. Я всегда так говорю, что я тогда еще... Я лучше говорил по-русски тогда, меньше ошибок было. Вот сейчас я вот, может быть, более свободна, но больше ошибок. Но это все в сторону. Оксана вошла, села за стол, и я, естественно, знаю, что это вот эта актриса, это женщина, которая была на сцене. И она начинает барабанить пальцами на стол. И у нее длинные, длинные, красивые пальцы. И опять, вот как бы второй раз вот в эти пальцы влюбился. И стал... Вот меня спросили про американский театр, я ничего не знаю про американский театр. Американский театр мне особенно неинтересен был. Но я понимаю, что надо произвести вот какое-то впечатление. Поэтому я вскочил, начинаю бегать по комнате, что-то рассказываю. Действительно был один спектакль, гениальный, который я видел у Роберта Уильсона. Спектакль назывался «Гражданские войны». Потрясающе, действительно гениальный спектакль. Поэтому легко было рассказывать вот в лицах про этот спектакль. И оказывается, что Оксана тогда тоже вот следил за этим человеком, который вот так увлеченно рассказывал про американский театр. Так что вот, ну, это мы только все поняли друг про друга только через какое-то время, потому что она меня избегала. Она абсолютно упорно избегала. Я всячески старался вот ее где-то встретить, ждал после спектакля. Где-то там ее искал, ждал. Вот старался узнать ее телефон. Никак. Только где-то через 8 месяцев все-таки вот нас обоих пригласил на день рождения свой. Вот парень, который вот тоже играл в этом спектакле, Сергей Пенегин, и он знал, что я увлечу... В 8 месяцев она бегала? В 8 месяцев? Ну, я бы сказал так. Она боялась? Я бы сказал, что она бегала. Она бегала 4 месяца, и тогда я просто... Да ладно, бог с ней, в конце концов. Ну, я могу бегать 4 месяца, но 5 уже как-то многовато. Я перестал бегать, и Сереже было очень жаль, что так не получилось. Потому что он-то знал своей стороны из театра, что как-то у нее были какие-то по поводу меня какие-то мысли, скажем так, я не знаю, как это сказать. Он знал, что я в нее влюблен, и поэтому он пригласил нас на день рождения. Она не знала, что я там буду, но он мне-то сказал, он сказал, ты обязательно приходи, Джон Оксана, там будет. Так что мы оба оказались там на день рождения у Сережи. Оксана взяла гитару, там, свечи, по-старому, по-русскому, да, вот она пела романсы. Ну, все, это уже все было. Она, я больше не мог, она была там, прямо там, она не могла убегать уже. Так что все. Оборона, она сдалась. Как у вас родители отнеслись? Как мам, матушка ваша отреагировала на русскую невесту? Мама знает, что от меня можно ожидать самое неожиданное. Поэтому, когда я ей позвонил и сказал, что приезжает в Америку моя русская невеста, она, там была некоторая пауза по телефону, и она сказала, ну, как знаешь. Так что, вот, нет, она приняла замечательно. У Оксаны с моей мамой просто самые-самые лучшие отношения, просто потрясающе. Моя мама ее обожает, Оксана обожает маму. Вы влюбились, и вот это стало решающим фактором, вот благодаря которому вы все остались, связали свою жизнь с этой замечательной страной? Конечно. Я должен был, наверное, вернуться в Америку после этого года. Я здесь был по гранту, жил в Москве, работал, собирал материалы. Должен был, наверное, вернуться в Америку, получить свой докторат и стать где-то скучным профессором, читать скучные лекции, вот, скучающим бедным студентам. Но Оксана и русский театр меня вытащили из этого болота, слава богу. Поэтому мне не пришлось стать профессором, мне не пришлось читать лекции. А я занимаюсь вот самым интересным делом, которое, мне кажется, существует, это я занимаюсь русским театром. Чем так пленил вас русский театр, вот что в нем такого необычного? Я очень часто рассказываю, вот, и это действительно для меня до сих пор, как бы, вот, это объясняет ситуацию. Если представить себе русскую попсу, вот, которую, вот, невозможно слушать, ну, катастрофическая русская попсовая музыка. Да, Киркоров, там, все это. Это, это, это вообще не музыка, да, это ужасно. Вот американский театр такой. Американский театр в основном очень слабый. Вот по большому счету, по большому счету, он слабый и плохой, и скучный. И когда я был молодым человеком, вот, чтобы найти какую-то правду, найти жизнь... А музыкально, а ты с мюзиклами, а Бродвей, а вот эти все легендарные культовые вещи. Это все очень фальшиво, на самом деле, это все очень фальшиво, это вот такой помпезный шоу. Я не люблю помпезность, я не люблю шоу, я люблю что-то вот настоящее, я люблю правду, я люблю, вот, когда вот кто-то со мной общается жестко, я имею в виду в искусстве, я это люблю. И вот где найти в Америке вот такую правду, такое настоящее искусство? В музыке, в блюзе, в роке, в джазе, да? Вот поэтому американская музыка для меня, это настоящее. Вот убираем слово американское. Для меня музыка, это всегда было настоящее, театр, это было фальшь. Приехал в Россию, где музыка фальшь, а что театр, театр настоящее здесь. И поэтому для меня русский театр, это как американская музыка. Русский театр, вот Камак Гинкес, Лев Додин, Петр Фоменко, Николай Коляда, да, вот эти люди, вот это как Роллинг Стоунс и Боб Дилан, и Вэн Моррисон, и да, вот, 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 для меня это так. А если Николай Коляда, да еще и на музыку Боба Дилана. Хорошо, хорошо, с Колей поговорим тогда, может быть он возьмет. Какие-то песни Дилана в свои спектакли, было бы хорошо. Это вообще будет идеальное сочетание. Нет, но у нас потом началась ведь другая музыка, вы в 88-м приехали и остались, а потом 90-е, а потом рок, в том числе наш здесь, уральский, свердловский рок. Да, да, да. Как-то это реабилитировало ваше отношение? Честно скажу, я плохо знаю, потому что я настолько занят русским театром сейчас, что я и даже русским кино не успеваю. Русской литературой я раньше, в принципе, я должен был быть литературоведом. Я вообще не читаю уже, у меня просто времени нет. Только 24 часа в день, это так жить невозможно, потому что русский театр отнимает. И жена, вот это не жена моя, вот жена моя, Оксана. Русский театр и Оксана Мысина, это вполне достаточно для одной жизни. Про русскую литературу, как вы открыли, вот открыли эту самую первую книжку, не знаю, там Толстого и открыли в себе любовь. В высшей школе, 10 класс, у нас 12 классов было тогда, и до сих пор есть так. В 10 классе я как бы случайно, скажем так, прочел войну и мир. Что значит я случайно прочел войну и мир? Я был как бы в таком классе для продвинутых как бы студентов, которые вот настолько умные, настолько хорошие, что они могут сами определить свое образование. И у нас курс по литературе вот вела очень умная женщина, которая повлияла на всю мою жизнь. Вот та жизнь, в которой я сейчас живу, я ею живу именно благодаря этой женщине, Доте Шома. Я просто это говорю, никто ее не знает. А ей вы говорили, что вот благодаря ей вы четверть века в России уже. Мы потеряли контакт лет на 25-30 даже и нашли друг друга несколько лет назад. И мы сейчас переписываемся, это очень приятно. Но чтобы вот коротко рассказать, мы должны были читать сами, вот что хотим, и должны были приходить и рассказывать. Ну, почти первые 4 месяца учебного года прошло, я ничего не говорил, ничего я не делал. И это такой курс, где вот не хочешь говорить ничего, не надо, потому что ты же сам себе хозяин. И в основном я обычно даже не приходил. Я обычно вот с моим другом, мы уезжали в горы и там лазали по скалам. И получали громадное удовольствие вместо того, чтобы ходить на этот урок и вместо того, чтобы читать. И в какой-то момент все-таки учительница обернулась ко мне и сказала, Джон, что-то от тебя мало, что слышно пока в этом году? Я говорю, да, 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 действительно так. Она говорит, наверное, ты очень занят. Я говорю, ой, знаете что, я читаю вот очень большую книгу, я понимаю, что меня поймали. Я говорю, я читаю очень большую книгу. Она говорит, ну какую ты читаешь? Я начинаю судорожно думать, какая самая толстая книга, которая существует на мире. Почему я знал, что «Война и мир» – толстая книга, я не знаю. Откуда я мог бы это знать? Ну откуда-то я это знал, что «Война и мир» – очень толстая книга. Я сказал, ой, я читаю «Войну и мир». Она сказала, ой, замечательно, тогда через неделю ты будешь докладывать на первую половину. Ёлки-палки, мне пришлось прочесть, и я не мог останавливаться. Я просто вот, вот эта книга взорвала мою жизнь. И после этого я… А вы с кем-то там себя ассоциировали? Ну вот, не знаю. Нет, нет. Андрей – это вот как я. С Толстым, с Толстым. Я абсолютно, я был вместе с Толстым. И потому что у меня были внутренние какие-то замашки, там писателя. Я кое-что там писал, там, естественно, ерунду, это понятно. Но вот именно с писателем я как-то ощущал вродство, именно с Толстым. Закончил «Войну и мир», прочел Анну Каренину, прочел «Воскресенье». Я прочитал всего Толстого, тогда «Братьев Карамазовых», и тогда «Идиота», и тогда все, и прочел всего Достоевского, и тогда всего Тургенева, Гоголя. Я прочел Белинского, я прочел вот все, что никто уже не читает. Я все это прочитал на английском языке, естественно. А на английском языке, это уже после, вот, конечно, я вот сейчас рассказал, это как будто... А на русском здесь читали уже? Вот, через какое-то время я читаю, 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 читаю. Несколько лет работаю. Я бросил университет, я вступил в университет, но бросил его. Мне показалось, что это никому не нужно, неинтересно. И я мыл самолеты, я работал, мыл самолеты и работал в ночном магазине с 11 до 7 утра, с 11 вечера до 7 утра. И читал. Сидел там вот за лавкой в этом магазине и читал Толстого, Достоевского, Тургенева, Гоголя, Белинского на английском языке. В какой-то момент я думал, ну, боже мой, если я все это читаю, может быть, я вернусь в университет и вот что-то с этим сделаю. Поэтому вернулся, вот поступил в университет, стал заниматься русским. Вот и пошло, и поехало. А пьесы вы свои пишете все-таки про Америку? Я слышала отзывы, что в ваших пьесах вот такая Америка, которую мы не знаем по сериалам, может быть, как те, что качаем в интернете и смотрим вечерами. Вот что-то другое. Вот на самом деле, я бы сказал, что вот они немножко вне места. И, может быть, это плохо. Но дело в том, дело в том, что я уже на самом деле не знаю, кто я. Я действительно, это, я не кокетничаю, я не американец уже, я уже не американец. Я живу в России 25 лет, какой я американец. Но я никогда не буду русским. И я всегда вот немножко в шутку называю себя московский американец или американский москвич. Поэтому вот написать про Россию я не имею права, потому что я не русский человек. А писать про Америку я ее уже не знаю. Это абсолютно другая страна. Когда я возвращаюсь домой в отпуск к моей маме, я балдею, я смотрю вокруг. Я абсолютно не узнаю эту страну. Поэтому то, что я пишу, это немножко вне места. Опять-таки, скорее всего, это плохо. Скорее всего, вот если бы я мог найти для себя какое-то место, где я бы чувствовал себя своим, я писал бы лучше. Но вот пишу, как могу. Понятно. С американскими пьесами, собственно, вы приехали в Екатеринбург. Здесь проект. Два слова мы немножечко про этот проект давайте скажем. Русские артисты, молодые артисты читают американские пьесы, американских драматургов. Да. Молодых. Это замечательная программа, которая вот благодаря американскому посольству в Москве, они мне дали большой грант на то, чтобы перевести, найти, сначала надо было найти 7 пьес, которые могут быть услышаны в России. Была проделана очень большая работа, очень интересная работа. Мы подключили 4 американские организации, которые занимаются продвижением современной драматургии в Америке. Они нам предложили кучу пьес. Вот им показалось, что вот это лучшие пьесы, которые существуют в Америке сейчас. Тогда я собрал совет русских критиков, тетраведов и так далее, которые читают по-английски хорошо. И мы выбрали из этой кучи пьес, мы выбрали где-то 25 штук. И я тогда раздал все эти пьесы вот моим людям. И сами переводили тоже. Мы еще не дошли до перевода еще. Люди прочли 25 пьес. И тогда все дали мне свою оценку. Они объяснили, что может быть услышано в России, что, скорее всего, не будет. И тогда из этих 25 мы выбрали 7. Те 7, которые в конце концов были переведены. Вот это одна из них. Это «Большая любовь». Была читка буквально 2 часа назад, полтора часа назад в Доме актера здесь, в Екатеринбурге. «Большая любовь». Это пьеса Чарльза Ми, очень известного американского драматурга. И вот некоторые... Вы сказали, отбирали пьесы, которые могли быть услышаны в России. Что это значит? Это о чем они? На что отзывается русское сердце? На что такое американское? Если бы все в этой жизни можно было бы объяснить, жить не было бы нужно. Потому что все было бы понятно. Как мне вам сказать? Я не знаю. Вот что я могу сказать конкретно. Вот есть одна пьеса, которая попала и которую мы перевели. Называется «Чужаки». Энни Бейкер. Вот есть такая молодая женщина, драматург Энни Бейкер. Написала она такую пьесу. «Чужаки». Почти все, вот когда прочли эту пьесу, почти все сказали, что эта пьеса может быть услышана в России. Почему? Потому что молодые люди, которые не знают, что делать своей жизнью, считают себя гениями, считают всех остальных идиотами. И они живут как бы своей жизнью на задворках где-то. И возникает вот из некоторой пустой жизни, из пустоты, возникают удивительные трагические судьбы. Но вот эти ребята, которые сидят, не знают, что делать с собой, мы их видим везде в России. Вот в каждом русском городе. Так же, как мы их видим в каждом американском городе. И, наверное, вот мы бы их видели в Японии и в Китае и где угодно. Потому что молодые люди очень часто понятия не имеют, что делать своей жизнью. Обычно, вот когда человек не знает, что с собой делать, он считает, что он, скорее всего, умнее всех и талантливее всех. И просто его не понимают. Это естественные какие-то жизненные реакции на жизнь, да? И она... Ну, это международные какие-то... Международные штуки, да, конечно, конечно. И вот поэтому именно вот когда вот попала нам вот эта песа, например, да, мы сказали, о, вот это действительно может быть услышано. Другие песы, мне трудно сказать. Есть вот какое-то вот шестое, седьмое, восьмое чувство, которое говорит, что, по-моему, это немножко похоже на то, что вот пользовалось бы успехом. Могу сказать, что... Вы как-то сами обрусели, вот вы изменились, не знаю, в характер ваш, вот что-то появилось русское, что? Да, да, да. Я стал очень терпеливым и нетерпеливым. Одновременно. По-моему, это очень по-русски. По-моему, это немножечко как-то проблема. Ну, я дальше ничего не говорю, это вы сказали. Понятно все. Ну, да, я думаю, что я тоже очень уважаю и очень люблю, как бы, чужую судьбу. Что я имею в виду, это не может быть понятно, потому что я знаю, о чем я говорю, но я плохо это объясняю. Но в Америке, например, есть ощущение, что все можно исправить. Любую ошибку, даже не ошибка, любую проблему. Можно исправить. Да, он облетел, а потом и вернулся опять обратно. От того, что вот на тротуаре, да, вот неровно, это легко исправить. Это просто надо обратиться в город, там, это самое, вот от неровного тротуара до проблемы в Ираке. Да, вот в Ираке возникла проблема, а мы это исправим. Да, вот это американское. Мы можем. Мы можем исправить. Мы можем, а в России вот всегда, а стоит ли, а стоит ли исправить, а может быть, испортить еще этот тротуар, да. А может быть, в Ираке, может быть, надо просто их оставить в покое. Сами разберутся. Да, сами разберутся. И вот от тротуара до Ирака, да, вот в России и в Америке абсолютно разные подходы, скажем так. И вот мне ближе сейчас русский подход. Мне ближе это. Когда я приезжаю в Америку, в Америке все хотят все исправлять. Ну, то есть наши пресловутые дороги, даже они вас вот не коробят. Ну, конечно, я философски говорю, а если конкретно, вот мы с Оксаной сели в машину, поехали в Петербург. Какой ужас! Из Москвы в Петербург. Ну, это была, это катастрофа это была. Ну, конечно, надо исправить эту дорогу. Извините меня, пожалуйста. Вот здесь вы по-американски нужно. Вот здесь по-американски надо исправить эту дорогу. Другого не дано. Но если философски говорить, вот все-таки вот есть какие-то вещи, которые надо оставить в покое. Людей надо оставить в покое. Вещи надо, ситуации какие-то. В Америке всегда все хотят изменить. Вот, 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 своими руками вот сейчас. А мне кажется, это бессмысленно. Были какие-то сложности с языком? Вот тот самый пресловутый языковой барьер, когда, ну, может быть, думаете еще на американском, говорить нужно на другом? Нет, потому что, когда я приехал в 88-м году, я к этому времени уже преподавал. Я уже хорошо говорил по-русски, я все понимаю. Поэтому... Обратные метаморфозы, когда вы приезжаете в Калифорнию, вот, к маме? Ну, вот, это, опять-таки, вот, какие-то частные вещи бывают, бывают какие-то моменты. Например, я приезжаю в Америку, я начинаю хуже говорить по-русски. В Америке я хуже говорю по-русски. Потому что мозги просто, вот, они как-то... Перестраиваются. Ах, мы дома, да, вот, мозги, вот, они дома. Но особых проблем, особых таких вещей нет, не было, не было никогда. Все-таки дом, он вот там, в Калифорнии. Дом нет, дома нет, это у мозгов дом. У мозгов, да. Мой дом, это в Москве. Москва для меня, это мой дом. Ну, а какая-то ностальгия и тоска по пустыне, вот там, где родились? Никогда не было. Я люблю пустыню. И каждый год, когда мы с Оксаной возвращаемся в отпуск, мы ездим в пустыню, там проводим какое-то время. Я это обожаю. Это действительно дает мне очень много сил. Я там не устаю. Я в Москве устаю страшно. Я здесь, в Екатеринбурге, просто, вот, если я засну, вы меня, пожалуйста, разбудите. В пустыне я никогда не устаю. Жарко, чисто. Просто. Жарко, чисто, просто. Вот это я люблю. На физиологическом уровне устраивает, это комфортно. А у нас, у нас же здесь... А я тоже люблю. Это я обожаю холод. Для меня это некоторый Дизнейленд. Вот когда идет снег, да, идет снег, и ты, ой, Дизнейленд, смотри, снег. Я обожаю. Я на самом деле, я все люблю. Я люблю, когда вокруг меня говорят по-китайски, по-грузински, по какому-то другому. Я обожаю разные языки, я обожаю разные народы, я обожаю разные города, климаты. Я люблю разнообразие. Поэтому для меня это все, вот, вот, какой-то, вот, да, да, это вот какой-то... Просто я знаю, что многие русские, наоборот, стремятся уехать и, ну, вот, придаваться любви к России где-то там. Вот где-нибудь в Калифорнии, в Солнечной, грустить о России, придаваться ностальгическим каким-то настроениям и так далее. Да, есть такой момент. А у вас нет такого? Вы уехали вот сюда, в этот Дизнейленд и, ну, как-то там... Надо помнить, что я родился недалеко от американского Дизнейленда. Поэтому у меня вот, у меня дома тоже и свой Дизнейленд. Поэтому у меня везде. Может быть, это просто вот такой подход у меня, я не знаю. Нет, у меня нет ностальгии, никогда не бывает. Там, где я сейчас нахожусь, там хорошо. Вот это моя просто вот установка жизни, наверное, я не знаю. Это классно. А про Жераро Депардье что вы думаете? Я скажу так. До прошлого года я считал Жераро Депардье самым великим артистом, живущим на свете. А сейчас я бы сказал, что он все равно великий артист, потрясающий, грандиозный артист. Но оказывается, что он очень глуп. Он просто очень глуп и выглядит просто чудовищно. Это очень больно смотреть на самом деле. Мы не всегда должны видеть, нам не всегда приходится видеть, вот какой человек. Вот да, вот за фасадом, вот знаменитый артист, писатель, там кто-то. Мы видим фасад, и мы выстраиваем наши отношения к этому человеку через этот фасад. Вот Депардье вот снял этот фасад, и оказывается, что он достаточно простой, глупый человек. И в конце концов, это его дело, это его жизнь и так далее, и так далее. Но признаюсь, буквально мы с Оксаной смотрели, буквально три дня назад смотрели фильм с ним. И я вот признался Оксане, я говорю, я больше не могу смотреть на него, как я смотрел раньше. Когда я знаю, насколько он глупый, вот его величие, вот я это величие уже не вижу, как я вижу. Я все равно вижу, что органичный, что хороший и так далее. Но вот это величие я уже не вижу, я признаюсь. Ну, может быть, я не прав, может быть, я жесток, но это факт. А про русских артистов, кроме Оксаны Мысиной, есть великие, сильные, классные артисты, которыми вы восхищаетесь? Но и про Голливуд тоже. Оксану не было таких разговоров, а может быть, все-таки вот туда и к Голливуду поближе? Ну, Голливуд – это очень закрытый клуб. Это очень закрытый клуб. И вы посмотрите, те русские артисты, которые туда уехали, они играют обычно вторые, третьи, четвертые роли, обычно играют бандитов, проституток и так далее. Я бы не хотел, чтобы Оксана только этим, она же, у нее такой диапазон, она играет, она же русская актриса, она должна играть в больших русских спектаклях, поэтому, или в кино. Но, поэтому вот по поводу Голливуда… Но наши-то игроки как раз вот в этот закрытый клуб стремятся, ну, очень многие. Стремятся и кое-кто туда попадает, но они, можно и сказать, что во многом они тоже пропадают. При том, что они в основном живут припываючи, они там получают громадный гонорар. Хотя играют пьяного русского без слов где-то там на… Или даже с какими-то словами, а все равно они не выделяются. Вот в голливудском кино вот есть три-четыре человека, которые выделяются, и тогда есть фон. И вот в основном они играют этот фон. Володя Машков все-таки играл несколько главных ролей. Но в каких-то второстепенных, третистепенных картинах, которые не определяют ничего. Ничего плохого я не говорю ни про Володю, которого я люблю и очень уважаю, или других. Но дело просто в том, что Оксана, например, она, ну, может быть, не полностью удовлетворена своей творческой жизнью в России. Но вот когда она берет роль, она играет Медею, да, она играет Елену Сергеевну, она играет в кухне Максима Курочкина, она играет Крымхильду, она вот играет большие роли. Вот когда она играла в сериале «Семейные тайны», вот она играла вот потрясающую роль вот банкирши, да, и так далее. Поэтому вот это, конечно, для него. Если говорить о голливудских артистах, вот, во-первых, я хочу сказать про русских. Вы спрашиваете, там, есть ли великие, вот, Константин Райкин. Константин Райкин гениальный артист, гениальный человек. И вот что меня удивляет, Райкин не только гениальный артист, но и гениальный театральный человек. Я его лично не знаю. То есть я знаком, я там здороваюсь, но я про него ничего не знаю. Но как человек, который остаётся гениальным артистом, является очень хорошим режиссёром и является потрясающим менеджером, директором своего театра, это удивительно, что в одном человеке, вот, все эти... Плюс к тому, он потрясающий педагог, у него студенты все выходят удивительно талантливыми. Вот это, конечно, Константин Райкин, это национальное достояние. Очень редко, когда отец гений и сын тоже гений. Это удивительно, да. Вот, просто хочу тоже сказать, что вот Коля Коляда в Екатеринбурге – это нечто. Коля – это целая вселенная театральная. Вот, вы со своей драматургией, а у нас-то обычно, у нас здесь за драматургией главный Коляда, и у нас есть Личитки, то это молодые уральские драматурги, выходцы из ЕГТИ. И вы видите, вот Коля Коляда сейчас нет в городе, и мы быстро приехали. Успели. А то, может быть, Коля бы отбил нас, я не знаю. Нет, естественно, я шучу, вот он бы первым приходил на все читки. Но Коля потрясающий человек, который вот немножко, как Райкин, является и драматургом, и артистом, и режиссером, и человеком, который держит и двигает театр. Это удивительные люди, и они составляют, конечно, богатство русского искусства и русского театра. Спасибо вам огромное. Время наше неумолимо подошло к концу. Спасибо. Я думаю, что вы сегодня вдохновили меня точно, кого-то из наших зрителей, перечитать «Войну и мир» Толстого. И вообще своей любовью вот этой к русской литературе, к русскому театру заразили, безусловно. Спасибо большое. Приезжайте к нам в гости еще. Спасибо большое. Увидимся на ЕТВ. До свидания.